Христос Воскресенье Христос Воскресенье Христос Воскресенье Из небы, смерти из неба прав, смерти из неба прав, И сущим во гробе живой дорога. По вашим лицам я заметил, что действительно сегодня самый добрый и желанный праздник. Так было всегда. И этот праздник всегда людям дарил надежду. Надежду на справедливость и счастье. Надежда в наших сердцах живет и поныне. В каждом человеке, не только Беларусь. Этот великий праздник, светлый праздник, который мы всегда могли только сравнить со светским праздником Днем Победы, это равносильно тому. И принято отмечать этот светлый праздник в кругу родных и близких тебе друзей. Вот и причина, почему я приехал сегодня на эту святую родную землю, где когда-то родился, и много раз интересно было. Мы с мальчонками приходили к храму, который стоял на этом месте, и смотрели на наших матерей. В основном это были матери, которые приходили сюда для того, чтобы встретить этот светлый праздник. Но в этот день мы у Бога просим главное. А главное, и это весьма актуально, это мир, это согласие, это дружба, которая всегда была свойственна белорусскому человеку. Находясь в этом уютном, моем любимом храме, хотел бы обратиться не только к нашим белорусам, но прежде к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально. Помните, все время подтрунивали надо мной, особенно так называемые оппозиционеры. Ну чего там его народ, все время, лишь бы не было войны. А я всегда говорил, если война, ничего не надо. И как актуально сегодня звучат вот эти просьбы и требования белорусского народа, лишь бы не было войны. Поэтому во имя мира, во имя нормальной жизни и дружбы, я хотел бы обратиться прежде всего к нашим соседям. Давайте жить дружно. Хотел бы попросить своих коллег, политиков. Давайте не будем создавать нашим людям проблемы. Их и сейчас хватает. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой, Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же такие были счастливые, такие были веселые, жили в таком заможенном мире. У них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневые крупы купить. Ладно, крупы. Соли нет. Соли просят у нас. Мы, как благородные люди, открываем эту границу. И особенно в канун религиозных праздников. Пасхи католической, православной. Приходите, здесь ваши люди. Граница не должна препятствовать жизни, нормальной жизни и нашим соседям в том числе. Мы по-соседски всегда подходили и относимся к людям по-соседски, по-человечески, по-людски, как у нас говорят. И мы единственное хотим, чтобы такое было отношение и к нам. О беларусам я хочу только сказать одно. Счастье, по большому счету, у нас одно. Надо сберечь нашу землю. Поэтому в этом храме, обращаясь к своим соотечественникам, беларусам, я хочу попросить их потребовать, если хотите, как президент, берегите Беларусь. Потеряете свою землю, не будет у вас ни здоровья, ни счастья, не будет у вас ни денег, ни соли и детей ваших не будет. Может, это не все мы понимаем. Большое это дело беречь Беларусь. Мы все понимаем, когда теряем вот что-то в своем доме. А это большой дом. Так вот, запомните, не будет этого большого дома и этого вашего маленького дома не будет. А если мы встанем на колени, то и наших православных храмов не будет, как это было всегда в истории нашей страны. Много веков тому назад он пожертвовал собой во имя людей. И это большая школа для нас. Во-первых, мы должны научиться жертвовать во имя главного для нас, во имя людей. А я бы вас попросил, чтобы вы всегда ценили этих жертвователей, как мы ценим его. К сожалению, не так много у нас людей, которые умеют жертвовать не то что собой, но и своим. Но их появляется все больше и больше. И если мы будем ценить этих людей, их будет много. По крайней мере, достаточно. Поэтому мы их должны ценить, любить и уважать. Такая философия жизни. Но я приехал сюда не ради философии, а ради того, чтобы пожелать всем вам и белорусам, которые нас услышат, счастья, добра и мира. Традиционно хочу поблагодарить наших священнослужителей. Спасибо вам, тем, кто ради людей верит, кто живет ради людей, жертвует своим временем, здоровьем. Хочу вас от всего сердца, как глава государства, поблагодарить. Будьте всегда со своим народом. Нет в мире более преданных священнослужителей, чем в Беларуси. И честных, самых-самых честных больше нигде нет. Да, священники разные, как и все мы. Они от нашего общества. Но самые преданные, честные и надежные в Беларуси. Потому что у нас еще осталось то светлое, нетронутое и незамутненное, что досталось нам в наследство от наших предков. Здоровья вам, дорогие земляки, дорогие беларусы. Христос воскрес! Бои с ним воскрес! Ну и традиционно, владыка, вам наша икона. И белые розы, как символ честности, преданности и чистоты. Благодарим, уважаемый господин президент Александр Григорьевич, да хорошие слова. Также поздравляю всех и вас в первую очередь с Пасхой, с воскресением Христовым. Господь по своей любви, как вы сказали, пожертвовал собой, дает нам эту любовь и говорит после причастия «Я в вас, и вы во мне». Поэтому вот эти единства с Божеством, человек обогатворяется, это очень важно. Преображение происходит. И когда мы с вами внутренне становимся и чисты, и прекрасны, и Господь многожды с нами беседует, и это милость Божья, ибо Господь есть Дух во всем в ней, и выше всего Божественный, любвеобильный Дух, и дает нам с вами любовь друг к другу, уважение. И сказаны замечательные слова. «Нет выше любви, чем любить своих близких». Многая, 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 М Субтитры создавал DimaTorzok